Дарья Александровна в спикере высловилась, теперь, пожалуйста, уважаемые журналисты, задавайте вопросы. Здравствуйте, Евгения Придула, журнала Куберния. Мой первый вопрос к Алине Арестовне. Скажите, пожалуйста, а как вообще возникла идея создать самую большую в Украине бисквит? Цена в том, что все вы понимаете, конечно, что бисквит знакомо каждому приключательно. И это история города, в первую очередь. Мы хотели создать праздник и подарить гостям вкус детства, чтобы каждый ощутил именно вкус детства. Спасибо. Комсомольская правда, Криченкова, Галина. Мне совершенно непонятно такое интересное событие, бисквит. Но всем известно, что национальным блюдом в Украине является ватрушка, вареник. Почему бисквит, почему в Харькове, почему в Украине? Тем более, если мы стремимся формировать национальную идентичность у жителей города Харькова. Почему такая ориентация? И вызывает сомнения, вопрос, кстати, для Дарьи, вижу отчество, простите, пожалуйста. Почему книга рекордов Украины заинтересовалась именно бисквитной фабрикой? Неужели у нас нет достойных производителей в городе Киеве или в любой другой области? Вызывает сомнения, вообще коммерческая подоплека вашего проекта. Спасибо. Дело в том, что наша корпорация занимает четвертое место в Украине. И, как я уже говорила, в своем спице мы хотим выйти на более высокий уровень. И для этого мы придумали такое мероприятие, чтобы создать большой бисквит и зарегистрировать его в Книге рекордов Украины. Ну и тем самым хотели, конечно же, привлечь жителей города Харькова, чтобы жители смогли принять участие и нести свой вклад, свою изюминку в данное мероприятие. По поводу того, почему мы выбрали именно эту корпорацию. Мы или мы выбираем? Из животных нам поступают заявки на регистрацию нескольких рекордов. В сфере кондитерских изделий ранее такого не было. И это является для нас уникальным, чем-то новым. Мы не просто решили, что этот бисквит весит столько-то, да, он на самом деле самый большой. Он является каким-то устоявшимся символом, можно сказать, даже брендом «Харьбатихарь». Каждый харьковчанин знает этот бисквит, знает бисквитную фабрику. Если бисквитная фабрика сделала самую большую плитку шоколада, мы точно так же бы зарегистрировали ее. Если какой-нибудь конкурент этой фабрике также бы сделал что-то замечательное, что-то чудесное, что-то большое и значимое для общественности, мы так точно так же бы обратили внимание на эту инициативу. Спасибо. А можно ли, простите, я не до конца поняла. А почему я не смогла найти в интернете информацию о других бурятах вашего конкурса? Она практически отсутствует. Где результаты этого соревнования? Дело в том, что это не конкурс. У нас каждый выпуск присылает заявки тех, кто хочет. То есть в разных категориях у нас могут быть частью. Люди-спортсмены, например, и нам присылают заявку. Вот такие вот люди. Мы выбираем из них самых, скажем так, действительно рекордсменов. В этой области действительно раньше не было ни однопридной заявки. То есть кондитерская идея хайкера в Украине – это первый такой случай. Это популярная практика за рубежом, но для этого тоже основывается все в каких-то социальных инициативах. То есть здесь причем самый большой пирог, когда они не увидят. Но в Украине действительно уникальное событие. Может, это первый шаг. И может быть, кто-то задумается сделать такие акции, сделать такие продукты в дальнейшем. Но в чем уникальность? Потому что они первые. Спасибо. А я у тебя вопрос. Анастасия Живцова, президента Вина. Как Вы считаете, почему не было ранее поставлено такого рекорда? Что этому препятствовало? Просто интересно. Кому Вы адресуете себя право? Кому не нравится? Ваше оборудование. Спасибо большое за вопрос. На самом деле, мы не отслеживали тот факт, что кто-то мог сделать в мире самый большой бисквит или торт, или какое-либо вручное изделие. Но в Украине еще такого не было. И мы хотели сделать, конечно, что-то новое. Чем-то удивить. Удивить рекорчан. Удивить не только рекорчан, но и жителей, в том числе и Украины. Мы надеемся, Вы нас еще и накормите. Конечно. Конечно, да. Рекорчане смогут принять участие в украшении бисквита. И точно так же они смогут принять участие. Будет специальная программа развлекательная. И, конечно, после всего этого мероприятия каждый сможет полакомиться нашим бисквитом. Придержку слов Ларисы, я хочу заметить, что в Ваших пресс-пакетах находятся, собственно, украшения, которые будут эти рожки и зазилия. Мы приглашаем Вас, мы приглашаем Вашу семью тоже присоединиться к этому большому мероприятию и поднести свою лекту в украшение этого большого и очень важного для Харькова бисквита. Мы надеемся, что действительно данное мероприятие станет исторически важным не только для нашей компании, но и для каждого жителя. Здравствуйте, Фера, представитель Харьковских инвестий. И вопрос у меня, наверное, будет от представителей Бескутной Фабуки. И я опять же хотела спросить, есть ли какая-то социальная составляющая Вашего события? Потому что мы действительно видим большую финансовую составляющую. И мы видим, что это больше какая-то рекламная акция, но несет ли она какой-то символический смысл? Несет ли она какую-то пользу для нашего общества, кроме того, что кто-то придет поесть бисквит? Думаете ли Вы о высоко? Спасибо за вопрос. Да, конечно же, это не есть реклама. То есть данное мероприятие далеко не реклама. И, как я уже говорила, мы хотели бы, почему? Идея создания такого масштабного мероприятия в первую очередь зависит от того, чтобы сделать историю. Историю города и историю праздника, это событие сделать историей. Чтобы каждый смог ощутить, углубиться в детство, ощутить этот вкус детства. Я хотела выступать, можно, как это же ответа? С вашего личного опыта, в нашей организации обычно такие мероприятия, как регистрация или вообще что-то такое общественное, что рассчитано на массы, они для того, чтобы, ну, в миру, да, бисквит, кто-то пироги, кто-то пряники и так далее. Для того, чтобы просто лишний раз объединить людей вокруг чего-то просто улюбленного, просто какая-то семейная, ну, семейный поход в парк. Там будет развлекательная программа для людей. То есть это всегда, это то, для чего, вокруг чего можно объединить людей. И обычно эти акции, и рекорды, чтобы себе делать это не для этого, заинтересовать, и придут люди, обычные люди. Да, у меня нормальная другая правка, вот вы говорите, исторически значимая. Но не было ли более исторически значимым, допустим, испечь какие-то знаменитые харьковчан, знаменитые знания, чтобы тогда, таковчане, они бы, как бы, окунулись в эту историчность, и они бы действительно объединились. А вы печете что-то большое, что влезет в книгу рекордов Гиннеса. Это просто возмутительно, потому что вы хотите поразить всех размером, а не действительно исторической важностью. Хорошая идея, на самом деле, спасибо. И мы примем меры, я думаю, что... Да, возьмем на заметку и сделаем не только большую... Не знаю, что я хотела бы товарищи, даже если бы Даня или любая другая корпорация сделала что-то в виде личности, например, или символа города, своего, или области, то мы бы тоже обратили на это внимание, на самом деле, потому что нет такого еще на компанию. Да, спасибо. У меня есть вопрос. У вас есть вопрос, если это не просто есть доволен. У меня вопрос к Даниле Александровне. Скажите, у вас есть информация о мировом рекорде подобного плана, тоже о каком-нибудь бисквите или торте, и насколько этот бисквит будет отличаться от мирового рекорда? Ну, во-первых, конечно, этот бисквит будет отличаться от мирового рекорда по масштабности и по, конечно, по самой форме изделия, так как этот бисквит является отличительной чертой данных аппарата, это фирменный продукт, так сказать, он именно знал, фирменный бисквит. В мировой практике были такие рекорды, даже более, поэтому мы занесли в книгу рекордов Гиннесса уже, это был пирог, национальный пирог в Австрии, который купили просто представители разных семейных пекарней, это очень частичный в Австрии, маленькие пекарни, и они объединялись ради такого вот события. И это тоже абсолютно носило социальную проблему, социальную идею, да, то есть мы приходили, ели, делили, резали, все это делали вместе. Веселенность. Вопрос. Да, в Кавалерии, в Кавалерии, в Кавалерии, в Кавалерии. У меня вопрос, к вам, и Оресу. Те 20 мастеров-конфитеров, которые будут изготавливать сам бисквит, это именно работники вашего предприятия, или вы привлекаете дополнительно из других источников мастеров? Первый вопрос. Второй. Какова мотивация ваших работников при работе над таким масштабным проектом? Спасибо. Да, мастера как и нашего предприятия, так и, конечно же, мы привлекаем. Из других городов, которые они откликнулись с удовольствием принять участие и помочь нам изготовить такой бисквит. Простите, можете повторить? Какова мотивация кондитеров при работе над таким масштабным проектом? Сколько им заплатят, другими словами? Так как наши мастера работают сверхуручно, естественно, им будет полагаться премия. Все, можно? Служить выкачивать уже много интересов. Скажите, пожалуйста, на эту акцию вы не думаете сами, самостоятельно? Или у вас есть какие-то партнеры, может быть, которые оказывают вам поддержку? Спасибо за вопрос. В данную акцию мы проработаем сами. То есть у нас не был спонсор. И тогда еще вопрос. Я так понимаю, что при работе в парке Горького, это центральная мистер Хайка, и как городские власти здесь ваши идеи? Они отнеслись с пониманием и поддержали нас. Давайте, чтобы не затягивать, еще буквально пару вопросов. Евгения Притола-Буберния. Первый вопрос, Калия Рествовна. Расскажите еще немного об этих знаках, ведь рог изобилия. И, возможно, это несет символический характер. И второй вопрос, Жария. Александра, мне назовите просто статистику. Как часто к вам обращаются с кулинарными рекордами? Спасибо. Мы придумали такое украшение, потому что рог изобилия, сам рог является символом нашего города Хайкова. Поэтому, естественно, мы решили, так как это событие будет не только для нас важным, но и для хоккорчан, мы решили, конечно же, сделать рог изобилия и украсить наш бисквит символом города. На ваш вопрос хочу ответить, что с кулинарными и с кондитерскими рекордами обращаются довольно редко. Почему? Потому что, наверное, еще не пришло время, это не вошло в практику наших предприятий, в наших каких-то... Это пока что не приветствуется так. Не знаю почему. Хотя на самом деле это довольно интересная практика, и людям было бы интересно участвовать в таких мероприятиях. Конкретная статистика, ну, до прошлого года, но оказалось всего два предприятия, причем одно из них это был ресторан, сеть ресторанов, крымских ресторанов, которые хотели приготовить самый большой плов. Но, к сожалению, мы не сочли этот рекорд жизнеспособным, так как плов мы должны были заменять или измерять, или по весу, или по количеству. То есть такого очень сложно, мы пока еще не специализированы на таких рекордах, поэтому в перспективе может быть, видимо. Я приехала из Львова. Можно украинскую мову? Да. Тоже цикаво.